Груды мусора прямо под окнами. Это практически ежедневная реальность жильцов нескольких многоэтажек Рубцовска. Дагманища, вон, откроешь, я на четвертом этаже живу. Весь запах, если с юга, ветер, все, это закрываешь наглухо. Вот где-то неделю назад вывезли, а до этого месяца полтора не возили. Тут горы были, прям в уровень. Убийственную красоту на этом месте наблюдает почти год. Причем, в отличие от большинства таких историй, мусорные контейнеры есть. Нет элементарной культуры. Мимо валят соседних домов и предприятий. Вот сюда все бросаем, видите, в мешках. Это строительный мусор, тут же бытовой. Магазины, да? Тут же. А вот магазины, это вот эти. Вот тут три магазина. Потом аптека, вот в девятиэтажке. Месяца два вообще ничего не убиралось. Мы задыхались в мусоре. Вот я живу в крайнем подъезде. Мусор, вот особенно легкие, вот эти пакеты все, они летели сюда. Вот выходишь, и тебе пакет в лицо, когда ветер, ветра же стояли сильные. Фаина Михайловна даже подумывала продать квартиру. Настолько невозможно здесь жить. В управляющей компании «Север», которая обслуживает этот и другие задыхающиеся дома, проблему не решают. Говорят, очистка мусорных баков и зачистка стихийной свалки – обязанность рекоператора. Вторгио-ресурса. Ой, как часто там убирают. Это вопрос, конечно, интересный. Но раз в два месяца они точно там убирают. Но если бы они вовремя зачищали, не было бы такой бы свалки. То есть они не выполняют свою работу? Конечно, да. А за невыполненную работу дерут деньги, жалуются люди. Причем со всех разные суммы. Семьи из трех человек в одном случае берут 600 рублей в месяц, с другой – 300. Хотя тариф с человека – 60 с небольшим рублей. Сам рекоператор причину беспредела не объяснил, не взял трубку. Кстати, Рубцовс – не единственный город, где болезненно приживается мусорная реформа. Похожая ситуация в Славгороде, Заринске, а также в районах края – Тольменском и Михайловском. Валентина Аскерова, Илья Халяпин. День с толком.